Информационная служба Осетия ТВ главные темы выпуска. 3 февраля в Париже скончалась Фатима Салказанова. После продолжительной болезни не стала русской журналистки, работавшей многие годы на Радио Свобода, а затем в русской редакции РФА. Фатиме Александровне несколько дней назад исполнилось 73 года. В Северной Осетии проблема неформальной занятости не теряет своей актуальности. 30 тысяч работников в тени. Однако до 1 мая республика должна снизить показатели на 30%. Студенты факультета искусств Республиканского университета показали свой дипломный спектакль. Зрителям была представлена постановка по пьесе французского драматурга Жанна Ануя. Эти и другие темы далее подробно. Ее больше 20 лет глушили в Советском Союзе, когда она была одним из самых известных голосов русской службы радиостанции «Свобода». Затем некоторые хотели убрать голос известной французской журналистки из европейского хора. Сегодня Фатимы Салказановой с нами больше нет. Русский журналист, работавший многие годы на Радио Свобода, а затем в русской редакции РФА. Фатиме Александровне несколько дней назад исполнилось 73 года. Очаровательная хрупкая женщина, человек трех культур. Осетинская, русская и французская, кажется, имеют силу целой армии, которая ни разу не капитулировала при самых грозных обстоятельствах. Сегодня ситуация изменилась, и она изменилась очень резко. Я это изменение заметила, когда я еще была заместителем главного редактора Радио Свобода. И когда однажды один из внештатных сотрудников Радио Свобода из Москвы позвонил, предложил какую-то тему для комментария. Я ему сказала, очень хорошо, мы принимаем эту тему. Он сказал, а как ее осветить? Я ему на это ответила, осветите так, как вы понимаете это событие. Он сказал, но я понимаю, может быть, не так, как понимают американцы. Скажите, как я должен осветить эту тему? Ее же ведь можно осветить так, а можно и так. И я тогда поняла все. Началась новая эра журналистики, где журналистам надо говорить, как они должны осветить события. Заинакомыслие. Фатиму дважды выгоняли из Института восточных языков, после чего она вышла замуж за француза и уехала с ним во Францию. Дальше с Арбона, преподавание в институте, затем 25 лет на Радио Свобода. В последние годы Фатима Александровна поддерживала активные связи с Северной Осетии, откуда была родом и ее семья. В декабре прошлого года она подарила всю свою библиотеку Северо-Остинскому госуниверситету. Когда-то много-много лет назад я обещала на филфаке Владикавказского университета, встречаясь с преподавателями, со студентами, я обещала, что свои книги я им передам. Я вспомнила об этом обещании немножко поздновато уже, когда узнала о том, что жить осталось недолго. Мой сын не читает по-русски совсем, он немножко говорит, но русские книги он не читает. Потом у меня там масса и всякая французская политическая литература. Это все отправляется в Владикавказ, в университет, на филфак. И я просто хочу сказать, что филфак в Владикавказске мне очень нравится. За 40 лет работы в радиожурналистике Фатима Салказанова собрала обширнейший аудиоархив. Ее программы, интервью, репортажи – это уникальная звуковая летопись целой эпохи, связанная в частности с русской культурой в изгнании. В числе ее материалов – интервью с Гайту Газдановым, Ириной Адоевцевой, Виктором Некрасовым, Стеславом Ростроповичем, Сергеем Параджановым. Имя Фатимы Салказановой хорошо известно в мировых журналистских кругах. Она всегда будет одним из самых ярких представителей медийной элиты. Фатима Отзываева, Савелий Зангиев, Осетия ТВ. 1 мая Северная Осетия должна на 30% снизить количество людей, работающих без трудового договора. Сейчас их 10 тысяч человек. Об этом сегодня сообщили на заседании правительственной комиссии по снижению неформальной занятости. Ее председатель, вице-премьер Азамат Хадиков отметил, что огромное количество работодателей не делают отчисления в пенсионный фонд или же делают их в неполном размере. Неучтенные доходы способствуют массовому несовлюдению трудовых и пенсионных прав трудящихся. Руководство организации лишает своих сотрудников заслуженного пенсионного обеспечения и возможности достойной жизни в старости. А сами граждане, соглашаясь с такой формой расчета, оказываются социально не защищены. Сейчас задача определена, чтобы в течение короткого времени, буквально до конца месяца, выявить пофамильно этих людей, которые работают и чьи интересы нам предстоит защищать. А потом уже возьмемся за то, чтобы решать вопросы по заключению с ними трудовых контрактов, чтобы все как положено было. Пожалуйста, можно в нашу комиссию обращаться, республиканскую, которую я возглавляю. Можно обращаться в отделение пенсионного фонда, налоговые органы и главам администрации района. На сегодняшний день разработан комплекс совместных мер на основе предложений членов комиссии. На первом этапе акцент сделают на сборе и анализе информации, привлекут базы данных пенсионного фонда, налоговой службы и Минздрава. Планируют также оказывать методическую помощь, проводить активную разъяснительную работу. Однако, по словам Азамата Хадикова, не все главы района включились в деятельность. Многие до сих пор не подали списки членов комиссии своего района. Ватима Макива, Заур Циев, Осетия ТВ. Ребенок плакал маленький, он подбежал, а побольше, который был, в воду упал, я за него туда и прыгнул. Вот так и все понятно, что быстро. А вам не страшно было? Все это не страшно, всем страшно. В тот день Алан Гагичаев поехал к своему брату, чтобы помочь в строительстве детского дома. При разговоре мужчины заметили двух мальчишек. Они бросали камни в покрытый ледяной коркой котлован. Через какое-то время Алан услышал отчаянный крик малыша. Сразу сообразил, в чем дело, и без раздумий прыгнул за мальчиком. Я сразу побежал, и не думая сразу, ну как бежал, так и прыгнул. И внизу пока я вытаскивал, он не захлебывался. Я ему на живот надавил, чтобы вода вышла, его вытащили. И здесь постоял, когда он в себя пришел, домой давили. Так получилось, что ни имени, ни фамилии ребенка сотрудник пожарной службы не спросил. Лишь спустя время отец пострадавшего мальчика сам нашел спасителя. Алан, как настоящий герой, не ждет награды. Главное, удалось спасти ребенка. Ведь дороже жизни нет ничего. И пожарный должен быть готов отдать свою жизнь ради других. Мы не знали, что здесь, если находится вот такая яма. Ну, здесь строительство идет, вот, пожалуйста, вот строительство шел. Здесь, наверное, вода собирался, выкопал здесь экскаватор, и так оставили. А там два метра, мы сами измеряли, около два метра воды. Ну, и то, что мой сын. Здесь кругом полным-полно детей. Детский дом, маленьких детей полным-полно. Не дай бог, конечно. Вот, если бы этот человек не был, я бы уже своего сына, не знаю, оплакал бы. Или не знаю. Сам бы я там не пережил. Я ему благодарен, очень благодарен. Пока я жив, я этого человека никогда не забуду. Пожарно-спасательная служба. Адрес мне полный, скажите. Алан Гагичаев мечтал стать пожарным с детства. Работает в этой части уже восемь лет. И менять пожарный комбинезон на кабинетную работу не спешит. Алан – претендент на победу одной из номинаций ежегодного всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». За время службы показал себя исполнительным, дисциплинированным, очень порядочным человеком. Все призваны приходить на помощь людям. Это наша работа. Но когда вне работы сотрудники приходят на помощь людям, это очень отрадно. Стихиям не подвластны. Так говорят про сотрудников МЧС. Помочь готовы всегда. И в воздухе, и на земле, в огне, и даже под водой. Однако очередная детская шалость чуть не обернулась трагедией. А ведь рядом не всегда может оказаться такой герой, как Алан. Земфира Лулаева, Фатима Макива, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Популяризация современной прикладной математики – основная цель традиционных калмогоровских чтений. Научно-практическая конференция собрала одаренных детей со всей республики в канун Дня науки. Впервые в этом году для участников открылась секция робототехника. Кроме того, из федерального центра пригласили специалистов, которые проводят семинары и мастер-классы для учителей. Эти курсы предназначены для подготовки преподавателей, чтобы дальше вести занятия детям. За неделю, чуть меньше, мы освоили годовой и двухгодовой курс обучения образовательной робототехники. И завтра проводим зачет. То есть преподаватели представят, чему они научились. Школьники, проявившие себя в конференции, могут получить дополнительные баллы к результатам отборочного тура в летнюю школу точных наук. По итогам конференции участникам вручат сертификаты, дипломы и ценные призы. Калмогоровские чтения проходят уже одиннадцатый раз и каждый год неизменно привлекают внимание ученых, учителей и школьников. Фатима Майкиева, Тинатин Музашвили, Заур Цеов, Осетия ТВ. Небольшое кафе после военной поры. Охладительные напитки, музыка. Зрителям представлена постановка по пьесе французского драматурга Жанна Ануя. На сцене студенты старших курсов факультета искусств Республиканского университета. Персонажи должны понять, что порождает сомнения, страх, отчаяние. И в конечном итоге требуют ответственности за сделанный шаг. Действие происходит после окончания Второй мировой войны. И вот состояние тех граждан, которые, значит, проявили малодушие, которые кто-то признается в этом, кто-то не признается, но как бы они начинают друг друга обвинять в том, что они как бы свое время не дали нужный отпор супостату. Жанна Ануй вносит вот такие людские человеческие пороки. Слабость человеческую, как мы для себя поняли, это отсутствие чувства долга, что приводит к вот таким катастрофическим последствиям. Все знания, весь артистический опыт выпускники представляют в дипломных постановках, в которых они заявляют о себе всему миру. Оркестр Жанна Ануя стал одной из таких работ студентов СОГУ. Представленная пьеса исполняется во второй раз. Впервые ее показали в качестве благотворительного спектакля на сцене Русского театра. Постановка пришлась по нраву зрителям. Не остался равнодушным и поддержал молодые таланты глава города Махарбек Хадарцев. Этот груз для меня очень значим. Я здесь учился, я здесь работал. Поэтому, когда меня приглашают сюда, я с удовольствием прихожу. Сегодня пригласили. Оркутинский искусств показал спектакль. Я не большой критик, но мне показалось, что спектакль продан на достаточно высоком уровне. Студенты наши сыграли в профессиональном уровне. Отметим, что в университете действует Центр творческого развития студентов. Постепенно открываются новые студии. Как говорят руководители театрального отделения, в будущем можно создать молодежный театр. Ангелина Васильева, Яна Гагиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова